О том, что во Дворце культуры Северского трубного завода сегодня собираются женщины, понятно еще при входе в фойе. Запах цветов и аромат духов окунают всех пришедших в атмосферу весеннего праздника. Среди приглашенных – женщины Полевского, домохозяйки, ветераны, мамы, бабушки, те, кто пришел в Дворец культуры Северского трубного завода, чтобы отдохнуть после трудовой смены. Это праздник весны, праздник радости, праздник какого-то одухотворения, вот так я бы сказала. И мужчины другие становятся, они такие ласковые, внимательные становятся. Хороший праздник, хорошо, что он у нас есть. Здесь же, в фойе Дворца культуры, можно увидеть и всю ту красоту, которую делают своими руками полевские мастерицы. Это и картины, и декоративное творчество, и плетение бисером, занятия на любой вкус. Кто-то смотрит, чтобы полюбоваться, а кто-то интересуется, где такой красоте можно научиться. Все для женщин, всех с праздником, всем удачи, благополучия, ну и, конечно, творческих успехов в рамках нашего КЭКа, и не только. 8 марта так или иначе ассоциируется в нашей стране с ароматом цветов, весной, которые наступают в этот день в сердце каждой женщины. А для кого-то это двойной праздник. Вот, к примеру, Клара Чистякова. Для нее это еще и день рождения, а значит, ей полагается двойная порция мужского внимания. Нет, это праздник весны, это самое первое, это наступает весна, тепло, птицы поют, ручейки, все на свете. Поздравить полевчанок с приходом весны и Международным женским днем спешат мужчины города. Среди них глава Полевского Александр Ковалев и председатель Думы Олег Егоров. Весна в разные точки страны приходит в разное время. Но могу сказать, что в России весна приходит совершенно не первого марта, а ближе к восьмому марту. Потому что даже там, где холодно и где лежит вечная смерзлота, в этот день становится теплее, светлее, и сердца мужчин заполняют самые добрые чувства и весенние настроения. Совсем скоро 8 марта. Замечательный, удивительный праздник. И мы, мужчины, в этот день поздравляем вас, милые женщины, с весной. Мы говорим вам спасибо за нежность и любовь. А еще мы благодарны своей судьбе за то, что каждый день, каждый час и каждый миг можем быть рядом с вами. У всех без исключения праздник 8 марта вызывает массу эмоций. И только положительных. Да и как иначе, только в этот день, 8 марта, каждая женщина по-настоящему чувствует себя любимой мамой, женой или дочерью. И только сегодня в их адрес звучат многочисленные комплименты и поздравления. Настроение праздника, любви и весеннего пробуждения сегодня дамам создает и вокально-инструментальный ансамбль «Альтаир». В этом году мы решили сделать простой праздник для женщин. Просто подарить концерт. Заменитая наша группа «Альтаир». Ее все любят, ее знают в нашем городе. Поэтому мы просто пригласили всех желающих женщин на сегодняшний праздничный концерт посидеть, получить удовольствие. Это первый весенний праздник. Порадоваться солнышку весеннему. И накануне такого замечательного женского дня просто получить хорошее настроение. Международный женский день. Особенный праздник. Природа просыпается и дарит нам всем ощущение начала чего-то нового. Нового настроения, жизни и новых открытий. Пришла отдохнуть, создать себе праздничное настроение. Увидеться, может быть, с кем-то, со знакомыми поздравить. С хорошим весенним, замечательным праздником днем 8 марта. Самый любимый праздник для всех женщин, наверное. Для меня праздник 8 марта – это солнце, улыбки, звон ручейков, чириканье даже воробушек, которые так радостно это делают. И улыбки милых женщин, и внимание мужчин. Женщины Полевского – это такие разные – мамы, бабушки, дочери и жены. Среди них руководители и директора предприятий, полевчанки, которые трудятся на заводах округа. У каждой из них свои интересы и жизнь. Но сегодня они здесь, в Большом зале Дворца культуры. Отмечают 8 марта. Ксения Балденкова, Сергей Чижов. Новости Полевского.